Радион Тим Пик И вот на сегодня запланировано было 4 матча, один из которых мы уже посмотрели LV Gaming переиграли команда Braveheart Ну и теперь LV Gaming будет играть против ребят из Speed Gaming Ну, это обновленный состав Speed Gaming Вот видим текущий их состав, это Melody Lovers, Ivy, Fate, Chao и Piao Вот такой вот у них состав Ну и LV Gaming вы, наверное, уже знаете с предыдущего карты Это TM на капитанском слоте, Kai, Timeless, 3-2-1 и ZYM Очень быстро команды делают пики, поэтому давайте сразу же включаться в игру Так, LV Gaming, Scarborough Mag, Viper, Ruby, Ember Spirit, Speed Gaming Забирают себе Огрмага, Найтхантера и Энштепариш В банах по Трайдеру, Бремастеру, Биспу и Бристалбеку Ну и Деспрофит, Элеконтропа, Разор и Войда забанили нас ребята из LV Мы помним эту феноменальную игру под номером 1 Где LV Gaming в принципе без труда расправились с своим оппонентом Брайвхард Ну, там было очень весело Там были Спирит Берекеры, Брейкеры, Хускары Там было много всего такого немножечко необычного Здесь же мы видим, что пик более чем пока дефолт Команды Ну, вот разве что опять же Ember Spirit появляется у ребят из LV Но виден остальные герои Обычные, да, то есть обычные два суппорта Сковорот, Мак и Рубик и конечно же Viper Ну, может быть эта игра будет немножечко посерьезнее Посерьезнее Может у нас ребята из Speed Gaming все-таки хорошо катают Посмотрим Ну, пока в любом случае у нас таблица выглядит вот именно так Я вам даже ее покажу Тем, кто только что подсоединился, чтобы вы знали Вот, один матч всего лишь был сыгран Формат Ну, вот, шесть команд Групповая стадия Каждый с каждым Best of One Ну, и две лучшие команды отбираются у нас в основной регулярный сезон Starlander Все очень просто В течение четырех дней мы с вами узнаем как раз таки имена вот этих двух команд Которые у нас и будут играть Так что каждый день подключайтесь Где-то в обед мы с вами будем стартовать В Москве, в 10 сет И смотреть какие-то интересные каточки Инвокер у нас четвертым пиком от Speed Gaming По последнему бану осталось сделать Потом по последнему пику Да, ребят, еще раз напомню, что пока билета нет на 11 сезон Starlander Поэтому игры в DotaTV недоступны Но вы можете найти одного из игроков Или вы можете найти мой профиль И через меня в DotaTV посмотреть Как вам удобно? Сларка забанили LD Gaming Last ban от Speed Gaming По идее, если дефолтный разгал-то возьмем То Ember Spirit у нас пойдет в solo-мид Вайпер, скорее всего, вместе с таблой суппортов Отправится либо в сложную, либо в легкую линию триплой И вот оффлейнеры решили брать Speed Gaming Абсолютно правильно Минус-клод вверх Но не забанен у нас еще товарища Кентава, например Не забанен у товарища Нечас Профит Который тоже может появиться У самих же Speed Gaming Есть Тайтхантер сложно Есть Инвокер в мид, есть два суппорта Ну и хватает как раз-таки керри героя Ну пока Опять же Руководство с какими-то дефолтными раскладами То, что мы привыкли с вами видеть Все выглядит именно так Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Задумался у нас тут Капитан команды ЛВ Гейминг, ТМ Что-то никого брать не хочет Он думает над своим Я так понимаю Оффлейнером Кого же он хочет взять Бери Кентавра Или Фурион И поехали Вот в прошлой игре, кстати Он брал на позицию оффлейна Хускара Если что Это герой прежнего пули Его, конечно же, никто банить не будет Так что можно взять Ну, Фурион Более стандартный вариант Более рабочий, скажем так Ну что ж, выбор сделан Ласт пик остался, ребята, спидгейминг И будем переходить непосредственно к этой игре Более рабочий Так что это Герой гр Друн У Правосы Где то Более пружчется Р блок Более в В Рuição В Ну что, Мелоди, Мелоди Лавр, ласт пик, давай, бери-ка, у тебя уже керри и поехали, поехали, поехали. Что думаешь, 35 секунд осталось. Пора. Некрофос. Некрофос, ну вот этот вот герой у нас будет в качестве керри-героя спидгейминга, ну что ж, интересный, интересный очень вариант, давайте переходить непосредственно к самой игре и наблюдать, что же у нас здесь будет происходить. Так, нам тоже тут статистику дают, хорошо, давайте, спасибо порталу DeepLastStatistic.com, который нам вот эту статистику постоянно на каждую игру предоставляет. Итак, они говорят о том, что Тайдхантер плюс Эндж Топаришн против всего, против вся, любых героев в рамках этого текущего игрового года, да, среди профессиональной лотосцены, встречались вместе 1145 раз и выигрывали только в 49,61% винрейт. У них есть, да, то есть они выигрывали меньше, чем половину своих матчей, получается, когда они вместе попадались в одной команде. Ну а если брать только китайский регион, то Тайдхантер и Эндж Топаришн вместе появлялись 76 раз в текущий год и выигрывали 43 раз, то есть винрейт немножечко получше, 56,58%. Ну вот такая вот вам стата. Думайте. Анализируйте. А мы начинаем смотреть. Итак, LDGaming, Cry of the Radiant, 3,2,1 взялся без кавера в мага, пошел на сложную. Кай на Viper'е пока в мид. Здесь ZYF играет на Ember Spirity. На легкую линию пока отправился. Таймлос на робике у нас суппортит. Ну и Nature's Profit пока непонятно. ТМ. Он должен быть, по идее, оффлейнером. Закупился. Ну да-да, потихонечку видим, с кавера в мага к Рубику подсоединяется, значит, профит пойдет на сложную. Тут все в порядке, раскладка, по идее, должен быть каким-то дефолтом. Ну и Speed Gaming. Melody Lover, капитан команды, взял себе у Гармага. Fade сыграет на Эндж Топаришн, и Пьяо на Эндж... На Пьяо у нас на Некрофосе. Чаои будет играть на Инвокере. Ну и Айви сыграет на Тайдхантере. Ну, здесь трипла в сложную, судя по всему, отправляют в Speed Gaming. Боевая трипла у Гармага, Парат и Некрофос. Посмотрим, как у них получится свою линию выстоять. Ну и здесь, по идее, тоже должна трипла ожидать. Melody Gaming. Ожидаться. Melody Gaming, вот, как раз таки, собирает руны. Так, хотя, в основном, Рубик взял руну богатства и Инвиз у Огрмага. Так, Огрмаг-то под Инвизом бежит. Вижу, но, ребята, из ЛДГ на этого Огрмага не было, поэтому... Выход его может быть внезапным для противника. Ну, например, где? Например, можно пробовать как-то Фуриона убить. Да, если слишком далеко зайдет. Кинуть Игнайт и с руки его... Так, как-то Хайграунд у нас забралось. А, так это Рубик. О, красота, красота. Карусель, карусель. Начинается у нас. Да, ну и это... Закидывание. Закидывание на Хайграунд от Рубика, Тайдхантера. В общем-то, все понятно. Нужно нести какую-то ТПшечку себе сейчас Айви. У Айви есть, в принципе, деньги, но он почему-то ТПшку себе не несет. Судя по всему, он будет здесь в качестве Варда стоять. Просто Вард, а? Большой Вард, который дает Вижен. Который может, в принципе, перемещаться. Вот-вот-вот на таком расстоянии. Туда-обратно, туда-обратно. Ну и... Поэтому, именно поэтому, Огрмаг встает на легкую линию. Пока в отсутствии Тайдхантера будет получать экспу. Хотя бы, да, хоть какие-то деньги. Ну, а здесь, получается, добластывается. Ну, спидгейминг... Снова начали, ребята из ЛВгейминг, нам демонстрировать какую-то интересную дотку. Тайдхантер вообще отключился. Ну, я после такого тоже левал, на самом деле. Потому что играть в такой ситуации не очень. Ну, ладно, ставится на спаузу. Дождемся возвращения, конечно, Тайдхантера. Пока вам еще немножечко статистики. Итак, Эмбер Спирит против Некрофоса. За весь год встречались они 67 раз в матчах. А, ну, у нас, потому что Некрофос в последнее время только появился до этого. Скажем, в первой половине года его вообще практически в пиках не было. Вот только во второй половине он почаще начал появляться. Так вот, Эмбер против Некрофоса. Проигрывает. Проигрывает, потому что Эмбер Спирит и винрейт против Некрофоса 23,88%. Соответственно, у Некрофоса винрейт 76,12%. То есть, вы видите, да, 67 матчей они сыграли. И Эмбер Спирит выиграл только в 16 из 67. Некрофос выиграл уже в 51 матча из 67 всего сыгранных. Ну, а отдельно по Китаю, если брать, то там всего лишь 4 матча было. Где Эмбер Спирит встречался против Некрофоса. И Эмбер Спирит выиграл только единожды из этих 4 матчей. Сиренин вот убивает Некрофоса. На дефолт начал для ЛВ Гейминг. Вышли, убили. Тем более, что опять же здесь дабла, здесь нет реплео. Гормак занят. Ну и сейчас вот из-за этого хорошего мува от Рубика практически выигрывается линия от ЛВ Гейминга. Вот один такой, казалось бы, неловкий момент. И все. Жизнь, игру парню сломали. Я прежде не понимаю, почему он не покупает себе ТПшечку. Вот, смотрите, ТМ нашел. Ну, ТМ и знал, что там есть Тайтхантер. Пишет что-то Айви в общий чат. Ну, ТМ его расстреливает. Ну, никак не спасти. Это будет фраг. Это действительно будет изи-фраг. И ТМ хоть и промахивается, конечно, но... Айви только рад. Айви только рад, потому что, ну... Он пойдет на базу, воскресится сейчас. И уже сможет все-таки в игре покатать, да, немножечко хоть что-то поделать. Нежели стоять просто. Ничего не делать. Так что, возможно, ТМ его просто-напросто спас. Хотя, наверное, в лучших раскладах для ЛВ-гейминг можно было забить Тайтхантера. Или, вы знаете, лучше всего было поставить куда-нибудь сюда вард, да, или куда-нибудь сюда вард, чтобы палить передвижение курьера и забрать курьера. Быстренько. То есть, лишить возможности сделать ТП-аут Тайтхантеру, чтобы он там надолго завис. Это был бы самый идеальный вариант. Ну, решили по фаерплейнам загадать ЛВ-гейминг. Просто Дочтеплэфт его сбросил, грубо говоря, с хайграунда. Да, конечно, заработал при этом фраг, но тем не менее. Файзы уже есть. Там Тереню Некрофосу убивают еще разочек. Это Пьяо у нас умирает дважды уже подряд. Ну, линия проигрывается. Там Тереню, смотрите, Огрмагмин с Тайтхантера пришли и забрали. Забрали Нечиспрофита. Ответил здесь у нас Тайтхантер, пришедший сюда. Сразу же ассистом. Ну и второй уровень тебя апает. У Некрофоса в Ренеум уже есть. Файзбуцы. Ну и 3-1 счет у нас пока. Ну что ж, очень интересно. Так, Вайпер у нас сапог, теперь не Брэйсбэнд. Ну, 18 на 8 у него Крипстатуя, инвокера 10 на 3. Кай свою линию выигрывает. Особо, в принципе, и не страдая, да. Поезд на так максит. Ну, идем немножечко, инвокер он мешает на линии стоять. ЗВФ. Вот, 11 на 2 тоже, понятное дело, тут не дает особо Некрофоса фармить. Более того, Некрофоса они сливают. Что-то купил себе Эмбер, кстати. Судя по тому, что у него денег нет, он покупает себе Боттл. Ну что ж, Боттл-то хорошо. Есть Фисты, есть, конечно же, Флэйм Гуард. Ну и контроль руны сейчас будет. Ну, практически отсутствует полностью вижен здесь на нижней линии, ребят, из-за спидгейми. Коннистный вард, который здесь вот стоит, он особо вижена много не дает в плане перемещения противника, да. То есть, какие-то ганги на мид возможны. Дает у нас там интересный ЕМП и торнадо инвокер, но вайпер просто из-под него выходит. И все окей. Ну и тем. Читает, разрегает Найтхантер. Найтхантеру больно, 5 крипов он успел забрать. Тем, тем временем, 16 на 8. Если это, конечно, не обидная смерть, все было бы много покруче. Ну и спидгейминг у нас активирует тут Смок. И под Смоком попытаются напасть на кого-то. Возможно, даже убить Вайпера. Чем бы не попробовать. Вот он в мидлейне. Слишком далеко вышел из-под своего тавора. И сейчас его будут принимать. Так, Айс Вортекс, Файр Бласт, залетает Игнайт, Колд Снэп, ПК, Сники прожал, но этого не спасло. Хорошая вылазка от суппортов и Эдфракт. Ну, спидгейминг не так плохий, как, скажем, были в предыдущем матче ребята из Брейвхард. Здесь хоть дают отпор, здесь хоть перемещаются. Ну, я, кстати, вам также напомню, что как раз-таки третья карта по счету будет с участием команд спидгейминг. И вот, которые уже сыграли один матч. Ребята из Брейвхард. Друг против друга. Ну, получается, три команды, каждый с каждым у нас в первых трех матчах как раз-таки и сыграют. И мы уже примерно будем знать три из пяти команды, как они друг против друга чувствуют себя. Да, да, то есть кто посильнее, кто послабее, кто будет претендовать на выход, кто не будет претендовать. Ну и прочее. Вот попытка заатаковать инвокера. Телекинези подцепили. Есть Энджен Сил. Кстати, почему-то Рубик не стал немножко к себе подтягивать инвокер. Ну и так, в принципе, потила дэмэджа. Скай у нас в итоге погибает. Успел расставаться инвокер. Ну, а здесь Огармак пришел на помощь. Телекинезиса не будет. Будет фейтболт. Расстреливает Огармак. Ультимейт Нейджа с Профита. Есть фейтболт. Дэд минус. Отличная ульта от Нейджа с Профита. Прям очень вовремя залетает. И приносит Фуриону ассист. Появляется у него Беном. И больнее, больнее начинает бить Тайхан. Так, попытка убивать Пьяо. Пьяо получает Энджен Сил. Не добили. 172 хп осталось. Ну, на деспульс у него маны не было, если что. Инвокер приходит сюда. Ой-ой-ой, хорошо. Поцепили колдснеп и пошли. Есть ЭМП. Разрывается ЭМП. Торнадо сверху накрывает Эдмокер. Эдмокер, это минус. На итоге 5-4 получается. Спидгейминг отвечает. Включает очень хорошо. Айви берет себе Аркан на 6-ой минуте. И, вы знаете, после такого провального начала. На середине еще пытаются забрать Нейджа с Профита. Дают Игнайт. Будет ли станд. Да, есть станд Мелоди Лавр. Есть Гаш. Сейчас будет Энко Смэш. Есть Энко Смэш. Ну и Нейджа с Профит. 20 хп Фейзи поджал и бежать. С порты поставил. И еще бежать. Спрячется от Огармака. Проедает себе проход. Огармак идет до конца за ним. Пытает дать фаербласт. Манса ТМ. Хорошо. Через туман войны. Боже, как он разводит. И посмотрите, как он разводит. Телекинезиски дают Огармаку давать станд. Семс нам спрятался. Начинает драться. Опять же на фейзах пытался уйти. Но Мелоди Лавр все-таки на это раз его стандом достал. Ну а здесь Рубик, конечно, все-таки покарает. Покарает Огармага. Хоть Рубику тоже было больно, но тем не менее. Да, но мансы-таки были вообще королевские. Царские. Царские мансы от Nature's Profit. Вот если бы он еще и в живых остался, это был бы хайлайт. А так все равно не получилось. Так, снова Пьяо убивает. Пьяо минус. Ну, Z2F, конечно, чувствует этого героя. Мы уже в первой карте об этом это увидели и в этом убедились, да. Там, конечно, не прощал никого. Ну и сейчас тоже. Уже с легкой линией на 8-й минуте. 2-0-1 у него. Фызы и Боттл есть. Мэджик Вонд. И на миде на что-то намечается. Попытка убить Чао. И Чао пытался спрятаться в инвиз. Его тут же накрыл постом. Пришел у нас Тайтхантер. Дает раз каст Вайпер. Вайперу больно. Энка Смэш. Вайпер погибнет. Ну, а нырш с профит уйдет. Один в один. Кстати, у Фурия на Глаус оф Хаст есть. Ботт мне даст. А здесь реведж есть у Вайпер. Но он не доставал. Что-то интересное сфоровал Рубик. Рубик сфоровал Дэспульс. Маны только не хватает. А то есть Аркады. Вот Клэрити еще есть. Так, и вынудили Некрофоса идти именно на топ-линию. Потому что снизу его действительно убивают. Убивают нон-стоп. И Пьяо понимает, что там делать нечего. Сапог Белт. И вот с легкой линией пытается шитофармить. И снова закидывание будет. Закидывание. И прошло успешно. Посмотрите. Рубик телегенизирует на этот раз Огармага. Моментальное, конечно же, ТП. Летит к этому Огармагу. Вот сейчас здесь должен быть Фурион. Вот здесь вот встать. Сюда прилететь. И Курьера забрать. Ну, Фурион не готов Фурион пушить нижнюю линию. Вот он, Курьерчик. Залетает. Ну, и Огармаг уйдет. Но Тауэрпит ему спидгейминг могут потерять. Хотя делают сюда ТП. Подходит Айви. Есть Гриф Фортификейшн. Зет Вайф его видим. Этого Айви. Прицепил. Торнадо пошло. ЕМП. Сейчас будет Рэвэдж. Нет, даже без Рэвэджа расправились. Сейчас Скаврофангу убили. Остальные успели уйти. Ну, Скаврофанг у нас чуть-чуть частенько подставляется под Вайс Каст Инвокер. Уже три смерти имеет. Вот Фиду не будет так плотно. Но пока 8-7. Но самое главное, конечно же, что здесь у нас море экшены. Мы снова увидим с вами на девятой минуте уже количество фрагов, которые превышают количество сыгранных минут. 15 фрагов было сделано. Это круто. Так, залетает Тайс Бласт Вайпера. Огармаг не успел потянуться своим Фаербластом. Четвертого уровня, кстати. Дэмэджа там, конечно, много становится. Ну и Некрофос. Вот я себе купил. 487 монет. Наконец-таки оставили его в покое. Никто его больше не гангает. Никто его не трогает. Так, ну а за 2-я, да, пошел покупать Абрейсер. Барабанщики скоро будут. По крипстату он топ-2. Уступает лишь своему же Вайперу. Вайпер, кстати, при двух смертях умудрился топовый крипстат иметь. Но 35 крипов вот только-только убил у нас товарищ Некрофос. Что действительные игры позади. Достаточно активные игры. Мы сможем с вами оценить индивидуальные творцы. Видим, что в топ-3 героя все равно ЛБ Гейминг. Хоть и не с населеньких ТВРов. Тут просто фармят они намного лучше. Интересно, да? Ну и давайте посмотрим там общие графики. Общие графики показывают, что преимущества по опыту нет ни у кого. По XP, по эпидентам, по ЛБ Гейминг на 2000+. Ну и смог вывозка. Кавер ФМак левел пятый. Рубик у нас левел шестой. Ну, раз каста хватит или не хватит. Наверное, хватит. Некрофосы эти 834 хп. Можно забрать его. Через ворованный Деспульс. Опять же, через Эншент Сил. Дэмэдж должно хватать. Потом Пьяо. Аркан Болл заезжает. Приходится еще и ТМ. Вот с ТМ вместе точно получится. Ультимейт Нейдж с Профита. Деспульс дал один у нас Некрофос. Это максимум, что он мог сделать и погиб. 9-7. Рубик делает киллинг спрей. Таймлапс хорош. Ну что, раз уж появились пеньки, можно линию подпушивать. Действительно, вот, пулит на себя. Пачку крипов. Убивает очень быстро. Потягивается Гермак. Хочет помешать. Залетает Тайз Бласт. Ну, Фейт не спрятался, кстати. Ой, это можно его соло убивать. З2Ф, правда, и спошел. Тайдхантер. Дает рэвэдж. Заморозили З2Ф, а и он тут умер через Рипер. Неприятно, неприятно. Часть Эмбер Спирита, так подставился. Ну, думал, там будет делать соло фраг. Ну, и что, по решению, очень вовремя подошелся Тайд. Тайд был в нужное время, в нужном месте. Ну, в итоге наказали Эмбер Спирита и 9-8 снают еще. Но Тавр падает. Спасать Тавр некому. Как таково, ответного пуша со стороны спиртгейминг тоже пока не наблюдается. Ну, а Вайпер Тиренем соло пытается и Митавр забрать. Есть Баклер. Так, достигивает ЗТП. Сразу же пошло Торнадо и ЕМП. Будут полдснэпы. Очень больно Вайперу. Далл стики. Приходит Таймлапс. Пытается помочь. Да, еще и Скобрав Мак тоже здесь. Вайпер страйк на развороте в Мелоди Лавр. Там Игнайт. Мистик Флэр. Инвокер не набили. 29 хп осталось. Немножко не повезло здесь ребятам из ЛД. А, ну вот снизу спушили. И Микрофос вместе с Найтхантером. Молодцы, молодцы. Есть Брайсер у Некра. Тоже будет делать барабанчики. Есть Робо. Очень интересный айтем билд на этом герое. Не часто встретил Драма Фэнджерос на Микрофосе. Ну, здесь вот будет и Айви. Решил купить себе Мекан. Ранее у Даггера тоже здесь не наблюдается. Спрашивают по поводу призового фонда. Ребят, ну у нас просто титры немножечко не обновлены. Пока этому показывается призовый фонд у нас нового, ну точнее старого сезона, еще десятого, да. И поэтому не стоит вам на него ориентироваться. Ну, мы бы, конечно, были не против, если бы у нас прям на старте сезона вот уже такой призовый фонд был. Это было бы очень круто, но, к сожалению, нет. Вот. Обновленные титры скоро вы увидите, ребят. Как и, в принципе, билет на просмотр ДТ2 ТВ. Готовьте ваши уже деньги. Откладывайте с обеда в школе, завтраков, не кушайте, в общем-то, худеете. Ждите, что скоро билет выйдет. Тоже с... Компендиум, конечно же, с всякими различными примочками там. Так что... Всем скоро. Новый новый патч в Дотке. И сразу же добавится билет. 11-7 Starlight. Как только он появится, конечно же, анонсы везде будут. Не сомневайтесь. Ну что ж, снизу подпышивает ЛВ-гейминг нижний тавр. Сюда же стягивает... Ох ты, как Неча Спрофи чуть-чуть не залетел противника. Здесь нету, кстати, Рэвэдж. На Рэвэдж появится через 2 секунды. Телекинезис. Рубик. Подняли в Торнадо. Получает колл-снэпы. Рубик должен помирать. Колл-снэпу, отреточку, он тоже давал. Смотрите, как дерутся спидгейминг-то, а. 9-9. Идет дальше. У нас товарищ Ави. Можно убивать Неча Спрофи-то. Вот он, Рэвэдж. Неча Спрофи-то через Энка Смэш. Разобрали. Стан последний. Залетал у нас от Огармага. Но, в принципе, не обязательно, потому что фраг сделал имбокер. 10-9. Минус 2. Спидгейминг. Правда, потеряли помиду там. Но пока дерутся весьма неплохо. Ну, давайте посмотрим, сколько они получили из двоих персонажей. Из-за суппорта и за оффлейнера. Получили 1700 экспириенса. Ну, и 1168 денег. Вот так. Ой, смотрите, еще и в спина с хавров мага. Ну, как так-то? Подставляются ребята из ЛБ. И спидгейминг молодцы. Тот Пьяо, который умирал очень серьезно на линии сложной. Три раза подряд. Сейчас делает небольшой только камбэк. Ну, и уже 2-4-2 у него стат. Покупается из стаб. Барабанщики-то приобрел себе? Барабанщики есть. Есть уже стафф и барабанщики. Нормально. Нормально. Сейчас купится какой-нибудь фор стафф. Может быть, Юла. Может быть, сразу Аганим пойдет фармить. Пока непонятно. Но мы знаем, да, что сила пика спидгейминга. И мы видим это прекрасно. Сила, конечно же, в раскасте. В силу магическом уроне. В этих способностях. Это все можно предотвратить путем покупки двух артефактов. Одного артефакта на всю команду. И каждому кор-герою еще по одному дополнительному артефакту. Конечно же, речь идет о пайпе на всю команду. И о БКБшках на каждом из кор-героев. Вот Пайпер, ты прекрасно понимаешь. Токор Клаб себе уже приобрел. Эмбер Спирит. Ну, вот он решил пойти через свой с дефолт на этом билд. Покупается сперва Яшу. Потом БФ. Ну, а Фурион решил купить себе Оки. Да, есть у меня первый обливиан после Мидаса. Ну, сравнить, в принципе, тоже против такого пика будет хорош. Если как-то на одного вырваться. Пацаны очень быстро запокусить. Например, Некра, да, или инвокера. Благое дело. Ну, что за ТВФ? Подошел, подвязал Айви. Своровал Рубик. Своровал Энко Смэш. Вайпер Страйк. Айзбас там неплохой залетал. Есть таунтогармага. Но все это ушло. Флэймгвард от Эмбер Спирита. Снова раскастанет. Сейчас профит у нас. Так, Риппер залетает. Вайпер, вайпер. Кстати, живых еще остался. Громак идет дальше. Есть ЭМП. Вайпера накрыло. Танк из него был хороший. Много он себя впитал. Но пережить не смог. Шел Эмбер. Мистик Флэйр. Очень удачный Мистик Флэйр. Сторон из коверов мага. Рубик своровал, что дает Дэс Пульс. Эмбер врывается дальше. Дэс Пульс. Выхиливает огармага. Смотрите. Тельхантер покипает. Остальные четыре персонажа на слоу ХП. Пытается Эмбер хоть кого-то забрать. Нужно делать фраги. Подвязывает Мелоди Лаура. Разбивает ему лицо. Айс Бласт. За твоих подставляется. Под Айс Бласт нужно немножечко поманеврировать. Но его съедает. Конечно. Хёрстопер Аура. Хёрстопер Аура. Хёрстопер Аура. Вот. Но он пережил. Регенерацию заюзал. Но в итоге драку выиграли. ЛВ Гейминг. Они убили двоих. Потеряли только Вайпера. Но всё равно тяжеловато. Конечно. Эта игра даёт. 11-12. Ну вот. Немножечко ХП больше взяли. Немножечко денег больше взяли. Пока как-то так. Смотрим. Графики. Ну вот. Потихоньку. Потихоньку. ЛВ Гейминг всё равно выходит вперёд. 4000 у них есть монет в плюсе. А по ХП 1000. Ну что ж. Пьяо. Будет ли нападать на Пьяо. Пьяо 2-4-3. В замесе не умирал. Сделал ассист. После стафа 1200 монет. Ну что ж. Пытаются ли его загангать? Да. Прилетать будет Nature's Profit. Идёт. Окет может дать. Может поставить спрут. Даёт спрут. Дальше что? Дальше нужно бить. Не. Забили на эту идею. Не по зубам. Хотя вы знаете. Под Эншин Силом. И если в Мистик Флэр. Начнёт попадать 3-2-1. То всё станет намного проще. Стаф. Клотер стаф у нас есть. У товарища. Чаои. После фора стафа. Радует ребят. У нас кин-то не дефолтными. А этими лдами. Есть на что посмотреть. Мегку Тайтхантерс им скоро выформит. Тогармак с Солорингом бегает. На штопаришу у нас. Форст там все очень быстро успел собрать. 2-0-4 аппарат. Ни разу ещё не умирал. Красавчик. Всё получается. Ну, скажем, не всё, а многое. Яша есть у Эмбер Спирита. Так. Вот рэвэйджи зашли. Неплохо. Вошёл Тайтхантер. Скаврафмака. Забрали. Вайпер пытается давать вайпер страйки. Клдфит. Всё-таки успевает. Он заморозится. Прихол. Пришёл отличный инвокер. Дал торнадо ЕМП под боем. Больно очень кай. Без МП остался. Расстреливает Некрофоса. Некрофос у нас пока живёт. 60 хп не всё-таки помирает. 2 в 3. Там. Ну, я сам, ну, заявляю, аф. Просто бегает. Всех, ну, пожалуйста, выйдет. Нельзя забывать про Эмбер Спирита. Нельзя его не фокусить за мете. Потому что Эмбер Спирит делает очень-очень многое. Ну, там это как раз-таки эта драка и показала. 2 в 4 размена. Дали 2 суппорта ФЛВ Гейминг. Спид Гейминг решили 4 персонажей. Вот. Принрос по XP в 4 тысячи. По деньгам в 1,5. Больше всех насобирал Вайпер. В итоге. Но XP больше всех получил Эмбер Спирит из Чистого. Ну, потому что там он делал соло фраги практически, да. То есть. Ну, и противник умирал только рядом с ним. Тиммейтеров рядом не было. Тут Ватавр забрали на СЛВ Гейминг. Продолжает агрессировать. Мультикасты заезжают за твоё большие проблемы. Колснэп подаёт фисты. Заморозился под коллфитом. ZYF уйти сможет. И да, уходит на свой реминант. Очень мало хп у него осталось. Но он пережил. Эту агрессию со стороны противника. И Огроклаб сразу появляется в УТМ. Но всё очень чётко. БКБшки. БКБшки это залог успеха. Блэкинг Бар. Рецепт появляется у Вайпера. Осталось нафармить себе на Митрил Хаммер. 1200 монет. Но тема, правда, ещё многовато. У него есть Мидас. Что же там у ребят из пидгейминг? Ну, вот да. Действительно, поинтбустер купился Пьяо. Пьяо захочет купить Аганим. Инвокер. Тоже купился и первый Обливион Ставф. Аппарат ничего нового. Ну, и Тайт Хантер, кстати, так и не собрался и Миканзов. Тут Миканзов, на самом деле, очень сильно мог помочь команде побольше, скажем так, впитать урона. Пожить. Вот, атака пошла на Некрофоса. Без шансов. Забирает РУЗПФ. Ну, и снова Дэдспульс, ворованный у Рубика. Вообще, конечно, есть пополезнее способности, которые можно воровать этим Рубиком, да. Ну, в частности, опять же, Рэвидж. Это, наверное, самый крутой вариант. Есть вариант с воровать Айс Бласт. Какие-то, может быть, Торнадо ЕМПшки от Инвокер. Тоже, вот эти вот шикарные ОЕ прокасы, что будут полезные. В общем, Таймлессы здесь раздолье. Раздолье для того, чтобы воровать что-то, что-то юзать. Попытка сети 2 тавера. Вот, ребята, из ЛВ Гейминг встречают сопротивление. Громак думал, думал, что у Станда Атимберспирт попрыгал и ушел. В итоге Стан пришлось давать в крипа. Бывает. Ну, и Мека есть от Хандера. Рэвидж у него появится через секунду. Неужели ЛВ Гейминг собрались подраться? Ну, у них сплитпушер есть. Им нужно дать возможность этому ТМу дойти до 2 тавера и его снести. Для этого нужно привлечь к себе внимание. Например, товарища Чао. Или Чаои, будет правильнее, наверное, сказать. Ну, кстати, Плэдфорс прежнему ЛВ Гейминг Кор Герои намного сильно преуспевает по отношению к Кор Героям и Спид Гейминг. Да, отставание там уже больше 2,5 тысяч. Так, Z2F пошел. Подвязал. Хорошо. Ну, а Вайпер тем временем... Ага, все-таки... Некрофос прогнал. Нэдж с профитом на топ-линии. Профит купил Дмитрию. Есть литиммейль от Фуриона. Чаои очень больно. 2.26 у него ХП оставалось. Фистами прошлись. То ХП осталось. Может быть, Фурион хочет как-то под фонтаном встретить? Не, он хочет снизу убивать Пьяо. Под Окидом. Пьяо. Хорошо. Раскастовался. Забрал Нэдж из профита. И сам же бы их остался. Классавчик Пьяо. Не растерялся. Увидел, что с него спал Саленс. Вот, кстати, Айви. Подцепили телегенез вайпер страйк. Торнад ГМП. Айви может дать рэвидж. Дает рэвидж. У ЗВФ проблемы. ЗВФ погибает. Айз Бласт будет залетать. Подбит Рубик. Ну и смотрите. Суммарно 1 в 3. Вайпер пытается вот еще подловить. Не получается. Ну, 1 в 3. Разменялись ребята из спидгейминга. Но, правда, еще и Тауэр посеряли. И погоня продолжается. Чаои идет. Скоро кулдаун способностей пройдет. На развороте пытается убить кого-то. Мистик Флеер снова неудачно. Но, кстати, ЗВФ пришел. Но после байбэка убирает одного. Минус второй. И аппарату тоже нужно цеплять. С двоев идет. Айни подбезал. Чаиный потратил. И форстаф. Отличный форстаф от аппарата. И ушел. Ну, что делать с Некрофосом? Можно через ТП. Таймлэвс пошел в атаку. Вайпер тоже здесь. Барабаны. Тут у нас побарабанил барабаны Пьяо. И вроде как уходит. Спрятался с деревьями. Таймлэвс его не видел. Телекино издать не мог. Некрофос молодец. Купил себе агоним. 19-17 счет у нас. 24 минуты игры прошло. Сделано 36 фрагов на две команды. Что тоже, опять же, хороший результат. И показатель активности. Ну и как бы там ни было, все равно. ЛВ гейминг вот на дистанции. Все-таки увеличивает свое преимущество. И свое превосходство над оппонентом. Это преимущество. У них уже в денежном эквиваленте в 8000. А по XP в 5000. Пунктиков. И клеймо за твоё. Будет у него сейчас новая атака. Или нет. Уходит. Из-за того, что делал байбэк, вот много денег, конечно, потерял. Поэтому только клеймо. И поэтому только 53 монеты. Ну, нафармит, я думаю. Если не подставится под очередной ганг. О, гоняет инвокер, инвокер. Еще не дособрал себе полноценный локет. Ну, теймер уже бродсфорд. До БФ осталось чуть-чуть. Там уже БКБшка есть в ночь с профитом. У Вайпера БКБ тоже есть. Ну, что, две БКБшки. На команды ЛВ, на core героях имеются. Поэтому могут они игнорировать прокасты. Стороны любого героя спидгейминг. Если никого не возьмем, у всех прокасты. Ну, и вот теперь с БКБшками даже могут подраться, наверное. Не опасаясь своей здоровью. Эммер подвязывает снова. Здесь получается твои фулл прокасты. Уходят на свой реминант. Приходят под БКБшки ТМ. Очень плохой реведж. И выцепляет он только там Рубика одного. И все. Рубик, кстати, так и не смог сорвать этот реведж, да? Бедняжка Рубик. Не получилось. Просветили те времена инвокера. Не отпускает. Ставит спруты. Бладлаз есть на инвокера. Его не спасает. Вот о чем мы и говорили. Собираешь БКБшку, и противника не чувствуешь вообще. Хоть чем он там не откидывался. Ты просто тупо на броне идешь в атаку. И побеждаешь. Победили пока только одного инвокера. Но, правда, развели и на реведж, на все остальное. Забирают при этом два тама, ребята, из ЛБ Гемик. Это их уже шестой тавер. Потеряли они только один. Ну, может быть... Не может быть, а точно из-за этого, конечно, у них такой дикий прирост по деньгам. Идет больше 10 тысяч уже и по экспе. Класс 7. Контр пытается уформить себе реведж, чтобы не заплываете. Ну, по идее, что здесь нужно сделать в ЛБ Гемик? Это просто сойти на Рошанчика, забрать Аегис. И с Аегисом уже подниматься на хайграунд по кулдауну. БКБшке устроить какой-то замес, выиграть его благополучно и завершить ему свою пользу. Это в самых лучших раскладах. В самых худших раскладах нужно будет фармить, под артефакты. Хорошо, что подсказывает, что у нас значок EO плюс RU стоит. А нам нужно Китай. Давайте поставим Китай. А теперь стоит Китай. Все, все окей. Так, тогда-то пошло. Не дали забрать Рошан. ЛБ Гемик действует как будто по гайду. Вот поняли, что внешний отфору больше не осталось, поэтому нужно забирать Аегис. Но так просто это Аегис ему не дадут. Ребята, и спидгеминг дает отпор. Аппарат садимся к Клабам. Гормак ничего нового себе не купил. 4, 5, 6. Айви купил Даггер. Ну, Даггер это хорошо. И инвокер. Пытается-таки дособрать на свой окет. Вот только Сейдж Маск, конечно, очень тяжело. Из-за местных его фокусит. Из-за местных его убивают. Так, Клаб появляется у Пьяо. Фейт. Ну, пока БКБш, конечно, ребят, из спидгеминг нету. Ну и появится еще не скоро. Даггер есть, значит, профит. Вот такой вот он себе артефакт покупает сразу после БКБ. Ну, из-за хота Рошана все-таки есть. Айз Бастом накрыли ребята из спидгеминг-оппоненты. Ну, а успела Еги забрать Эмбер Спирит. Благополучно может умирать. Но умирать он, конечно, же не хочет. На реминансовый ушел. И смог от спидгеминга. Посмотрите, пятером сейчас будут кого-то вылавливать. Срочно, срочно нужно идти. Вот он, Эмбер Спирит. Разорвали его. Нет. А ладно, Фаринанд еще раз будет уходить. Нет, все-таки. Убили его. Так. Здесь Сайленцы Окиды. Не дает раскастоваться. ЗВФ ушел. Пьяо и здесь встречает. Чейнсы. ЗВФ бежать. Остановился. Тайт Хантер будет ей давать реведж. Дает реведж. ЗВФ накрыли еще Рипером сверху. Как же много внимания. А теперь приходит Вайпер. Кай начинает расстрелять оппонента. Хватит ли дэмэж, чтобы Вайпера как-то немножечко забрать. Нет, не хватает. Так, Снэш дают. Кончается у него БКБ. Теперь убивать его можно. Сайленцы. Сайленцы. Фейт Болт. Отличные спруты. Кай. Ловит Деспульс последний. Но не фатальный для него. Драка продолжает все время. Тием. Тоже БКБшку уже проезжал. Фейт Болт. И... Тайд Хантер. Бежать. 166 ХП. Аркан Болт у него долетает. 200 ХП. Да ладно. 20 ХП лишние у него были. Как раз таки из-за того времени, что он пробежался. То, что он заюзал даггер. Больше жил. Из-за этого пережить смог. Ну, в результате. Посмотрите. Спидгейминг. Получается. Забрали Айги. Забрали Эмбер Спирит. Назделали минус 2. А ЛВ не смогли забрать никого. Хотя все были биты у оппонента. Но тем не менее. И вот Пьява благодаря этой драке получает уже БКБшку себе. Инвокер скоро появится. Вокет. Ну и жизнь налаживается. Небольшой такой камбэк все-таки сделали ребята из спидгейминг. По графикам это конечно ни черта не видно. Но тем не менее. Мы это видели. В замесах у них все получилось. Ну что. Продолжаем смотреть. 31 минута встреча пошла. Такая игра в принципе насыщенная. Много всего интересного происходило. Но не быстро она закончится. Мы это прекрасно с вами понимаем. Потому что ребята из спидгейминг. Это все-таки не Брайвхард. Брейвхард. Которые за 20 минут умирают. Но. Спор дает достаточно серьезный. И вот и гейминг придется подсобраться. Чтобы эту игру выиграть. А может быть и не выиграть даже. Ну. Хотя мы понимаем. Что в течении времени все-таки ослабевает сила того прокаста. Что имеет спиды. И спидам бы конечно игру уже закончить. К этой минуте. Но. Пока не получается. В артеннику уже есть БКБшки. Чайные. Чаои. Дает прокаст. Вайпер. Вайпер. Без маны остался. Уху. Как же снял ты. Да. Без маны конечно неприятно. Но и Тавр забирает спидгейминг. И ЛБ не хотят. Захарить. Ох ты. На реведж. На реведж. Развели Тайтхантера. Рубик спелсоровать. А ты уже начнешь реведжи выровать. Теймлесс. Кстати от страха Кай тоже БКБшка прошел. Но он думал что его реведж коснется. Ну и З2Ф красавчик. Вот своими такими конечно действиями. Очень рискованными. Он внуждает противника ошибаться. И это для ЛБ большой плюс. Имеет уже БФ. З2Ф. Имеет Яшу. Ну дальше мы знаем деталсы будет собирать. Тейм. Так. Вызывает нашу Чауи. Поздно-поздно дал свой локет. И тут ТП отновенные. Рубик не успевает ни за кем. Рубику нужен еще и Даггер. Даггер у него есть кстати. Вот он его произвел чтобы добраться до оппонента. Но видим. Слишком большая дистанция была. Не такой мобильный у нас Рубик как например Фурион. Рассказ снова пошел от Инвокера. Инвокер тут очень-очень опасно передвигается. На самом деле по карте вот на себя. Сагрил пачку целых крипов. Надо помнить всегда о том что внезапно может на тебя залететь Нечис Профит. Спруты поймать Сален. Сдать что Эмпер Спереса. Что мобильный персонаж. И так по одному передвигаться конечно нельзя. Но в любом случае за потерянный реведж ничего не смогли сделать. ЛД гемик никак не реализовали. Хотя вот снизу попытаются возможно напасть сейчас на Некрофоса. Но там будет драка. Потому что Некрофос не один получает бадласт. Или все-таки бросит его. Телекинезис. Мистик Флэр. Пьял. Ключает БКБ. Пробивает его просто-апросто с руки. С физического дэмэджа. И разобрал список Эмпер Спирит. Торнадо ЕМП залетело от Инвокера. Но никого не сцепило. Там кстати БКБ прям прошел. Скидно БКБ до спидгейминг развели оппонента. Кстати что интересно. Айви зашел. Ачинь опасно зашел. Получает окет. Эмпер начинает стрелять. Некрофоса станет по Эмбекам. Вот что самое интересное. Пошли Фисты. Снова куча дэмэджа. Да и даусу. Ситуации не хватает. Хотя Рубик у нас так и отдался. Моя течи с профита. Достаточно неплохо пробивает Эмбер Спирит. Но не так чтобы прям залететь и сделать фраг. А да и даусу. Вот с да и даусу будет попроще. Ну и ЛВ Гейминг. По такому хорошему наскоку. Тоже не смогли особо-то реализовать. Тут выпад. Да. Убийство Некрофоса. Стояли. Рубика потеряли и ушли. Ну пора забирать нас товарищу Тиэму. Артефакты на урон. Я так понимаю да. Как раз таки. Чтобы за время действия БКБ хоть кого-то сливать. Ну надо покупать Майлл Штром. Попробовать Йолнир. То что мы привыкли на таком герое видеть. Вайпе от 2400 после Яши. Посмотрим что он себя в итоге выформит. Но Эмбер сперед мы знаем что себя выформит. В ближнем будущем. Это у нас в принципе не секрет. Найтхантер. Такер. Мека по прежнему имеется. Инвокер наконец купил себе свой окет. Есть Огр Клаб. Аппарат по Лаганима кстати нафармил. 1300 монет осталось до полноценного артефакта. И плейтмейл Некрофос. Огрмаг у нас став. И Ринг оф Реджен. Будет делать себе форста. Ну соусоу пока по артефактам и у той и другой команды. Вроде немножечко получше смотрят ЛВ. Смотрится ЛВ. Как ни крути. Вот у ТМ появляется алтимейтор. Я так понимаю это все таки Хекс. Или может быть Линка какая-нибудь. Вообще и в Линке здесь определенный смысл. Например очень сильно мешает Огрмаг. Своими станчиками. Но от остального вроде не спасешься. Ну может быть еще какие-то гул снайперы можно будет. Сэвейдить. Затоджить. Ну а пока Тимфарм. Стороны обеих команд. Тратс не хочет. Все что-то пытаются выформить. Вот и у... Монта ста появляется. Вот так вот у Эмбер Спирита. Ну я думаю что критый все таки бот. Он решил монту выформить. Ну монта стаил что-то позволит. Что-то сбрасывает себя. Например. У меня какие-нибудь колд снэпы. Да. То есть можно будет спазать монта стаил и уйти. Ну. Ну и что еще. Ну Игнайт вроде сбрасывает. Если ты монту юзаешь под действием Игнайт. Я правда в этом не уверен. Но вроде как должно. Суть по всему это просто дополнительный какой-то... Артефакт на выживаемость. Не знаю. Ну пока он людьми вот так вот пользуется. Отправляет их на три тавера. Они потихонечку подгрызают три. Эмбокер вынужден в банке прибегать сюда. Сэвить свою базу. Деспульсы пошли от Некропуса. Ну вот смотрите тавер. Просел на 500 здоровья. Парочка таких соходов еще и тавер упадет. На Рошана сразу заходит ЛВ-гейминг. Очень грамотно действует. Да. В плане макро игры. То есть. Один сплит пушит. Один разводит противника. Чтобы он ушел на базу. А остальные заходят на Рошана. И в итоге сплит гейминг просто не поспевает за активными действиями ЛВ. Даггер на Кра. Интересно. Купился плитмейл и сразу после него даггер. Хочет быть видимо в центре внимания. Чтоб за месяц как и Тайдхантер. Влетел. Деспульс по всем. Рипер им кого-то отдал. Там еще Хирстоппер Аура работает. Но Тайдхэкс у Френа появляется. Так. Заход на Рошана. Продолжается. Тайдхантер. Ветер гейминг. В первый раз забрать не удалось. Испугались. То что их здесь могут принять. А приятные действительно смогут. Хантер ведь с реведжем. Левел 14 кстати покупает себе. Войд 100. Но я так понимаю что это. Самая первая. Самая первая часть. Это полноценного артефакта. Рефрешер. Так делим ZYF. Cold Snap. Ага. Ну вот так вот. Сайленс еще и выйдет. То есть на него накидывается Сайленс. Он на этот мат поставил и уходит. Неплохое решение. Неплохое. Че постоянно тратить ПКБшку какую-то тут а? Ну что таки смог Эмберспилит развести. Спидгейминг вынуждены были дефаться. Ну а остальные 4 персонажа от ЛВ зашли. Забрали Рошана. Хоть и залетал Айс Бласт. Или... Ой ты посмотрите что делал. Ты посмотрите что он делает. Что делает этот парень? У него ответ на атаку. Он БКБ подъезжал. И уходить надо с пруты. Ай ТП. Кулдаун. Телепортейшена нет. Не помрятиме. Не били. Не били. В итоге вообще никто. И он погиб от ауры. Но отчаянно. Отчаянно очень играет. Значит Спиафит себя разменял в итоге на суппорта. Это конечно не лучший размер. В 2 раза больше дали. Ребята мы Спидгейминг. Нежели получил себе Фурион. Вандиган. Так вообще забей в минусе. Остался Фурион в итоге. Так что не стоило на того. Вайпер покупайте. Погони ему. Так вот. После БКБ. Вайпер страйки. Будем направо выдавать. Ого. Конечно как встретили тут ребята. И Спидгейминг. К Рэвидж и все остальное. Закинули прям. Но забрали только одного Рубика. Это проблема. Потому что они использовали Рэвидж. Забрали только одного Рубика. Вайпер сзади. Расстреливает. Видим Тайтхантера. Бегает Эмбер Спирит. Кстати с Дабл Дэм. Моджи Муави могут проблемы. Есть Гаш. Айклдаун на Монто Стайл. Затваев умирает. Ну как так-то. Пошел без Монты драться. Беда. Накрыло. Смотрите. Щекая пытается забрать. Брокер. Пьяо тоже тут. Санстрайк не падает. Есть Торнадо не точно. Ну да. И Спидгеймингом не удалось. Удачно завершить эту погоню. Ну в любом случае все равно. Дракута не выигрывает. 2-2-2-2. Потому что Эмбер Спирит подставился. За него. Много дают. 4,5 тысячи ЛХП получили. Спидгейминг. По деньгам. Плюс Спидгейминг на 2-3-2. Ну и Спиды сразу будут забирать Тауэр. Если будет всего лишь 3-й Тауэр. Выкопилку. Вайпера подловили. Вайпер. А Иггис потерян. Этимейт нэч с профита. Будет продолжение банкета. Вайпер. Вайпер Страйк. Приходит за ТМ. Сразу же БКБ. Пьяо. Большие проблемы. Под кучей Сайленсов он находится. Его Форстафают. Нет. Уйти он не может. Теперь Мелодилавра тоже цепляет. На Форстафах пытается он уехать. Вайпер в ответочку Форстафается. Очередной Вайпер Страйк. ТП аут не дадут сделать. Телекинейтсом сбивают МТП. Да скажем без Телекинейтса. Он все равно бы помирал. Раньше чем смог бы оказаться на своем фонтане. Но в итоге за Эмбер Спирита. Ребята из ЛБ Гейминг убили двоих. Байбеки у них есть. Поэтому. Снести сторону здесь не получится. А вот развести на байбек это можно. Попытка такого мини-захода на хайграунд. Вайпер получает проказ. Снова ЕМПшка ему львиную долю маны срезала. Залетал Айс Бласт. Поэтому Кай решил поджать БКБ. Чтобы вы не забрали Айс Бласт. Санстрайк заезжает. Не точно. Кстати успел Вайпер вовремя отойти. Ну и Глифф юзается. Ребята из спидгейминг не хотят делать байбеки. Они ждут до последнего. Но так хоть могут и 3 тава потерять. Потеряли бы 3 тава. У Хантера появляется Персференс. Будет делать рефрешер конечно же. Так. Посмотрю на закупы остальных. У Эмбера появляется Кристаллиц. 1100 майн сверху. Скай у нас Юл почти себе на фарме. Ну и Нэрис Профит после Хикса. Пока не имеет ничего. Но зато имеет 5000 денег. Очень много. Спидгейминг. Ну вот через 300 майн появится уже агоним у аппарата. Чао и Купил Сегар Клаб. Это конечно БКБ. Ну и Некро после Даггера 3000 денег. БКБ инвокера. Сегар Краб. Ну и смог выискать пидгейминг Поехали, ребят, кого-то искать Откатился уже реведж, можно подраться Да и дал все временем есть у Хуриона И смотрим, 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 смотрим Так, Чао и побежал, побежал Вайпер, видит вайпер, понимает, что у него тут эффект Какой-то неприятный боковышку подъезжал, поэтому Тайдхантера не стал давать реведж Вайпер, страйки пошли, Шивасгард Это решение Крофоса, накрыло Рубика, вот теперь реведж пошел Пытается от Вайфа подцепить Манта Стайл он активирует, пытается уйти Там терение потеряли уже Огар Мага Тием начинает идти в разнос Пошел рипер, вайпера накрыло 3-2 Ну и трипл килл у нас сделал товарищ Тием Тием продолжает в огоне, байбек от вайпера Будет убивать Пьяо, Пьяо зажимает спроты Пытается сделать ТП-аут, ему чинами сбивает За 5-ФТП, и это минус 4 Ну, принимают Интересно, очень ребята из ЛД своего оппонента Забыли все про товарища Фуриона, а Фурион-то молодец Фурион-то молодец, Фурион-то и Даулус был Он-то очень сильно ДПС И забывать о нём ни в коем случае нельзя Ну а смотри, что он делает 830, у него крит вылетает Хиксует ещё Ну тут шива с га, Пьяо ТМ вообще, ой, плохие спроты Очень плохие спроты Но бараки-то сносят, бараки сносят Гриф фортификейшн, ребят, спиртгейминг нету Это потеря мид-линии точно На топе тоже очень сильно линия запушена Пойдут ли на неё ребята из ЛД вопрос Ну, зная, что все свои самые серьёзные прокасты Ребята из спиртгеймингом замесе потратили ЛД могли бы, наверное, пропушить Но решили не рисковать И, возможно, это правильно Боже, ТМ фармит как не в себя просто Посмотрите, 26 тысяч нету ворсом Он даже своего эмбер спирита на 8 тысяч обгоняет Говоря уже о каких-то там противниках Вот, например, у некрофоса 16800 нету ворс 16900 И отставание в 10 тысяч уже Вот, нет, что происходит Ну, 10 тысяч это, как вы понимаете Два таких серьёзненьких артефакта Полтора, окей Так, ну что, Тайтхантер Будет, будет у него рефрешер Будет давать два реведжа Спасёт ли только вопрос И да и тау системе расстрелит Но ТМ жесток Единственная проблема ТМ Это то, что БКБ у неё 5-секундная И если это БКБ переждать И его накрыть чем-нибудь То ТМ если снести, на самом деле, очень просто 3000 хп сейчас на 46-й минуте Это очень мало Ну, тот же некрофос, например Ну что, возможно, дождутся следующего рошана Опа ТМ БКБ Ой-ой-ой, а уходить надо Ну вот и поставил ТМ Очень много денег в нём было И теперь много денег Забрали с него, ребята, из спидгейм Но он как-то залетает Опять же в соло Пытался делать какие-то фраги Разводить оппонента В итоге развёл сам себя 4800 опыта Получили на команду спидгейминг За одного фуриона 800 денег Просто 1200 монет С него некрофос поимел Это серьёзно Это очень серьёзно Фурионы, когда делают такие стрики Конечно, даваться вот таким вот образом В коем случае нельзя Стабл дэмэдж, кстати, Эмбер спирит И можно вот так вот Неплохо порезвиться с Айви Заходит Подвязали Пьёт с руки О-о-о Тысячу крит Айви, айви, айви Тяжело Рэвидж вынужден кастовывать Рубик пошёл дальше Подставляется под Дорнадо Зря Рубик залетел Ой, как зря Получил весь прокаст Эмбер спасся Может быть фистами Откидываться Пока ДД есть Надо, надо Надо резвиться А ДД уже нету И нужно уходить Рубик хотел, очень хотел Сваровать рэвидж Чувствовалось желание В его глазах Но Желание не подкреплено Было возможностями Возможности у Рубики Сильно было маловато От любого стана От любого прокаста Рубик здесь у нас умирает Не нафармился На БКБшечку Что минус Там рефрешер появился У Тайтхантера У Мокер на БКБ уже давно было До 200 у него Денег Ну и Некров ничего нового себе не приобрёл Ладно, большая проблема Команды Л2 Это то, что, конечно БКБ 55-секундные Ну Тогда нужно им за 5 секунд Убивать Слушать ДПС свой Ставарт и 1 забрали Спидгейминг Перемещаются на Вашанчика И будут забирать Себя Егис Ну что, вы видите Готовы ли потратить? Думаю, будут готовы Через 10 секунд Появится Нечас Профит Может влететь прямо В самую Гучу событий Для этого Его команда Должна эту самую Гучу организовать Пока Не хотят Не торопятся Майлстром Тем временем Появляется Нечас Профита Что интересно Окет Он решил пренебречь Не, ну пока Он занимается Пушем Да, полезнее Конечно же Будет Майлстром Если же Дело касается Убийства Кого-то Там за месяц То, конечно же Нужен будет Окет Дополнительная скорость Паки Плюс Алиц Ну что Сурдиатом Эта встреча Подходит к концу 28-26 В этой карте В принципе Еще не все Ясно Хоть и 20 тысяч Преимущества Ребята Из ЛВ Геймик Имеется И по XP 15 тысяч Конечно Формят они Намного лучше Чем их оппонент Но при этом Этот самый Оппонент Еще и отпор Дает Убивает Убивает И не щадит Некрофос Видимо не знал Что не работает Шивасгард На Эншентов Кинул Такого Посмотрел Че-то не проходит И ушел Смотрите Отверением Иллюзии Помимо Спирита Почти спушили Три Тавра Осталось 43 хп Можно в принципе Из Днай Что противнику Не отдать Но опять же Тоже самый развод Который не делали При убийстве Первого Рошана То есть Топ-линия Подпушивается Вынуждает Остягиваться Оппонента На остальной Заходит бить Рошана Но вот Десятый раз Уже На это не ведут Спидгейминг Пытаются подраться А вот что делает Фурен Залетает Чао и убивает Надо только У живых остаться Йолнир есть Да И вот Теперь он точно Развел Гаш Прыгивает БКБ Бежать Йолнир Активируем Йолнир на себя Йолнир активируем Бей Сражайся как мужчина Репером Накрыли Это минус А тут Рошан Хватает Залетает Айс Бласт Ну и чисто физически Спидгейминг Если они не успевают Или успевают Но тут еще 2000 хп Толкает Тайтхаттер Чтоб прилетел Два реведжа Дал Ну а Егис Есть уже Эмбер Спирит Первый реведж Пошел З.Y.F Вайпер Страйк Рефрешер Санстрайк Не точно З.Y.F Дайв еще один реведж Еще один реведж Достает Видимо Эмбер Спирит Стоит Вайпера Из кавров мага Инвокер Байбэк сделал Вайпера забрали Забрали Эмбера Это была только первая жизнь И он пытается На реминантах Убежать Убегает Убегает Есть еще Монто Стайл Реминанты кончились За ним погоня идет До конца Репера уже нету Игнайт Фистэй За 2F получает Мультикаст Очень больно И вот он Монто Стайл Иззает Поздно очень И не погибает Смотрите Разложили Минус 4 Таки сделали Минус Ребята Спидгейминг С учетом Байбэка Учет Манекиса Даже минус 5 А Байбэк Делал Кто-то делал У нас нет Байбэк Эмберспирит давно Не знал Инвокер сделал Байбэк Это мы помним И вынуждает Вайпера Байбэк Кстати У Эмберспирита И у Нейджи Спрофита Байбэка нет Вот это наверное Самое проблемное Сейчас ОВИ гейминг Потому что Спидгейминг Могут с одного Захода снести Ну один лейн точно Другие линии Не снесут То что 2-го раз Но и уже Хекс появляется У Некропоса Есть Алакрити Форж Спирит Эмбьют Заходят на хайграунд У нас Только один Тайдхантер Самибит Слоу граунда Залетел у нас Некропос Огармага будут цеплять Вайпера цепили Ой Вайпер сделал байбэк Вот это печаль Это печаль Вайпер после байбэка И это скорее всего Будет минус трон Сразу Не ну сложно Будет делать минус трон Там Фурион Там Имберспирит Хотя с другой стороны А что мешает Еще и так же Их сливать Сливали например Вайпера Он штук появился На него накинулись Разорвали Решили Т2 снести Снизу Сносит Т2 Пойду сносит Еще и нижнюю линию Ну и ЛВ гейминг Тут немножечко заигрались Имели бешеное преимущество Имели 23 тысячи денег Осталось 15 В ХП ввели тоже около 20 Осталось 10 Даже меньше И спидгейминг Заходит на хайгрант Может быть не так уверенно Как они сходили на мидлей Но тем не менее Там ведь Имберспирит Уже фисты выдает Кассив шот Уйдут ли спидгейминг Или будут траться Пока дерутся Очень хотят снести Но нет Все Имберспирит пробивает Знатно Или нет Разворачивается снова Есть же Мека Есть Деспульс Может выйти дальше Или нельзя Думает спидгейминг Что же делать Подниматься Не подниматься И зашел Некро Хекс 3-2-1 Тайтхантер Рэвидж Неплохо Тим уже успел Правда проведуть БКБшку Разорвали Скавров мага Скавров маг Байбэк Некро у нас умер Эмберспирит дал проказ Нейчиспрофит тоже погиб Скай остались вместе Эмберспиритом Дает мистик флэр Тайтхантер живет А Некро у нас умер Некро есть байбэк З2 я форстав Есть фисты Минус Тайтхантер Можно идти дальше Вот он инвокер Ловить 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 Убить Ловить Ловить Убить Ой Я в анденбис ушел А здесь с антрейн Проблема Да Ну и конечно Близки были Спидгейминг К тому Чтобы просто взять И внезапно убить Трон противнику Но Эмберспирит Это Серьезная тема Покупаете второй Дэйдаус И конечно криты Пробивает Очень-очень круто Вообще По факту Могли Наверное Спидгейминг Сделать байбэк На Некрофосе На Тайтхантере Там у него Рефрешер уже был Можно было В ТПшках прилететь Например Ну на Травелах Туда сразу же Третьим Там Третьей волной Атаки Заходить на противника Ну что так Он стоп по одному Убивает Законтрели бы Эмберспирит Каким-то образом И все Победа Действительно Байбэков нет Ничего нет Но спидгейминг Решили не рисковать Поддавались От таверни Ждут время респауна Понятное дело За это время ЛВ не смогут Ничего спушить Ой ЛВ уже тяжело Ну что Способен ли Эмбер Выигрывать соло игром Ну вы знаете По моему опыту По тому что я видел Способен Способен Вот мы вчера Наблюдали за Грандфиналом Се дивизиона Да И там товарищ Миракл Всем подробно Рассказал Вообще что Что такое Эмберспирит Сатаником Например И какие камбэки И перевороты Он может делать Это герой Геймченчер Мы об этом Прекрасно знаем Даже если что Тут эти мейты Идет не так Парочка Гридов-свистов Решают все проблемы Абсолютно Если ты Владеешь Вообще этим героем И если ты В какой-то мере Наверное везуч На спидгеймингом С каждой минутой Тяжелее должно становиться По идее Да Все такие Прокасты Прокасты Хотя с другой стороны Опять же БКБ Пятисекундный ЛВ Адхантеру Ничего не стоит Спрыгнуть До БКБ Или Вставать Свои реведжи После БКБ Ну а получается так Что ЛВ гейминг По факту ТХП немного На каждого героя Тараса никаких нет То есть Берем имберспирита 2000 хп Даже меньше Значит профит 2000 хп Вайпер 2300 Все Если вы цепляете И Ну реведжем Не в БКБ Когда противник находится То убить проще простого Особенно Когда у вас есть Некроп С командой Это Хардстопраура Конечно же Конечно же Рипер Сайф Купит себе Рефрешер Будет 2 рипера А 2 рипера Это все Это почти победа Ну смог Провязали Бладлаз Будет в спину Заходить Скай спрятался Попыт конечно же Цепить ZYF А ZYF дает фисты Не накажется Что его ожидает На реминанте Он ушел Вайпер Раскупает Произвест БКБ ТП аут Нужно жать ТП аут Нужно жать ТП аут Хекс подловил Стан получает Вайпер Рипером Минус 112 секунд Наверное Но ТМ будет Сплитпушить Эммер понимает Что без БКБ В данной ситуации Никуда Но он очень Таймингово Собирает себе БКБ Когда это действительно Критически Необходимо И БКБ у него Сейчас будет 10 секунд А 10 секунд На БКБ На такой-то минуте Это штука полезная Сейчас снимаем До встречи Еще ничего не понятно Ребята из Спидгеймик Бьют Бьют жестоко Не щадят противника Лайтхантера Есть Рэвэдж И заход от ЛВ На базу Пусть отпускать не хотят Видят здесь Товарищи Пьяо Пьяо Заходит за 2F Рассказ Рэвэджа забрали Эммерспирита Байбэка Нет Вайпер в таверне Эммерспирит в таверне Куда вы идете Забейте Зачем вам этот ТМ нужен Хотя вы знаете Фурион возможно и нужен Потому что Фурион тут может Здорово Он косячит на базе У паронента Вот так вот Залететь И поубивать Всю базу Этим он и будет Скорее всего Пытаться заниматься Ибо сторону свою Он уже не спасет Один против четырех Там ничего не сделать Даже несмотря на то Что Тайдхантер Рэвэджа потратит Все равно Всех не пропьешь Он прилетает На базу Спидгейминги Пока втроем Инвокера рядом нету Там Он дефит базу Т3 тавер упал Огармах Станф тем Очень больно Форстафу Пытаются его спасти Риперу Пьяно Не а то БКБ ТМ Юзает Есть Текст На Форстафу А Лакрити Получает Платласт Два форжа спирита Некрофа Стоит Хантер Все это дело Бьет с руки Приходит Кай Пытается сэвить Получает станы На Форстафу Его вывозят Но Тавера При этом падают Залетает Айс Пласт Не важно Попадает Главное Сцепило Вайпера Пьяо здесь БКБ Трон Остался Трон Трон Нужно убивать Спидгейминги Четыре тавера Снесли Но Эмберспирит Скоро появится И все-таки боятся Боятся Очень сильно боятся Эмберспирита Скай потянул Юулом Эмбокера Вайперстрайк Здесь Таймлесс Мистик Флэр Не добивает Пришел Таймбер Под БКБ Начинает раскладывать оппонента Дает Тайдхантеру Весь прокаст Минус Эмбокер уже погиб Пытается уйти У нас там Куда-то Пьяо Хотя на развороте Эмберспирит Таки подставляется Вот только заканчивается БКБ Байбэк Сделал Эмбокер Байбэк Пришел Тайдхантер Это минус 4 Оставился живых только Скавров Маг Который будет умирать И Кай пишет ККВП Ребята из спидгейминг Выиграли Эту игру Обалдеть 45-35 41-35 Казалось бы В этой игре уже Невозможно было Что-то исправить Преимущество Ребята У ЛВ ЛВ было Больше 20 тысяч Но Парочка неловких Движений Плохие замесы Слишком самоуверенная Игра Конечно Дайте нереальные отдачи И спидгейминги Молодцы Вот так вот Внезапно Они просто-напросто Сравнивают Счет Ну как сравнивают счет Они выигрывают Просто сравнивают счет По Играм у ребят Из ЛВ Гейм Потому что у них Одна победа И одно поражение Получается Давайте с вами Посмотрим итоговую Таблицу Наверное Какую-то Сейчас я ее Сделаю Приведу в нормальный вид Так Эд есть Убеждает Спидгейминг Секундочку Не дайте Секундочку Не дайте Сейчас я не работаю Ребят Ну ладно Мы в любом случае С вами проверемся Пока на паузу И будем уже Возвращаться В трансляцию На третью карту На сегодня Ребята Спидгейминг Будут играть против Бихард Это будет очень интересно Посмотрим